Всем привет, вы на канале CryptoCommons и поговорим мы сегодня об альткоинах, потому что вчера мы с вами говорили о биткоине, практически все видео о том, как он прекрасно закрыл годовую свечу. И кстати, многие написали в комментариях, что типа слабенькая свеча, вообще ни о чем по сравнению с предыдущими. Так я вам хочу сказать, вы смотрите логарифмическую шкалу, здесь каждая следующая свеча наверх, в процентном соотношении такое же, а на графике выглядит меньше. То есть в логарифмической шкале каждая следующая 10x выглядит более сплюснуто. Соответственно, если вы включите линейную шкалу, то посмотрите, свеча очень даже внушительная. Поэтому нормальная свеча, хорошая тень, есть куда еще идти, все идет наверх. Точнее как, биткоин стоит во флете. Давайте посмотрим на него буквально полминуты перед тем, как перейдем к альткоинам. Биткоин стоит во флете, трется у нижней границы. Может быть, как я уже говорил, ложный вынос. Не обязательно он должен случиться, но может быть. И потом только наверх. Но все равно это все пойдет наверх, к гадалке не ходи. Главное, чтобы Хамаха выпустил видос, что биткоин тузедно на 18 тысяч, тогда точно пойдет наверх. Давайте посмотрим доминацию BTC и перейдем к альткоинам. Доминация BTC, точно как мы с вами и ожидали, даже без всяких отскоков, валится вниз. Посмотрите, валится вниз, пробивает вот этот лоу в 39 с чем-то процентов, ну в 40 процентов, короче. И указывает нам, собственно, на альтсезон, ребята. На продолжение альтсезона. А можно даже говорить и начало глобального альтсезона, потому что мы еще не видели толком ничего. Мы видели какие-то щиткоины игровые там стреляли. Но в целом вот у нас остается последний ультимативный лоу из 17-го года, от которого мы, вероятно, можем отскочить на ретест вот этого лоу. Но потом, если мы провалимся ниже, а я бы даже сказал, если, а когда. Хотя правильнее будет говорить если, потому что трейдинг – это история про вероятности, а не про уверенность. То есть, да, не надо подстраивать рынок под свои ожидания, нужно самому подстраиваться под рынок. Но пока мы видим, что рынок здесь трендится вниз, то есть доминация биткоина трендится вниз. Соответственно, доминация альткоинов, если это развернуть, идет наверх. Поэтому никаких пока признаков на ее разворот нет. Соответственно, что мы можем видеть в последние дни – это то, что некоторые монеты очень неплохо себя показывают. Вот вчера мы видео рассмотрели Atom, который уже вышел в хороший плюс у тех, кто закупал его по 50 тысяч сатоши и меньше. Смотрим альты к биткоину. Сегодня я торгую альты к биткоину на Аполлониксе и на Бинансе тоже я торгую альты к биткоину. К доллару тоже, конечно, можно, но видите, как происходит к доллару. Сейчас мы консолидируемся, а к биткоину уже прямо наверх, как вы видите. Вот некоторые альты дают по 5-10% к битку. И что я подметил? Я смотрел и думал, какой бы монеты еще набрать по текущим, которая еще не улетела. Вот, допустим, EOS. Посмотрите, сегодня какую динамику показывают к биткоину. EOS пошел наверх после того, как долго пролежал внизу. То есть, по факту нарисовал вот такую вот улыбочку разворотную. И смотрел, я смотрел на это и увидел, что трон как раз находится все еще вот здесь, в зоне, где его долго накапливают. То есть, посмотрите, выглядит так, что трон опустился, полежал здесь и собирается развернуться. Значит ли, что это он точно так сделает? Нет. Но, скажем так, что вероятнее он так сделает? Да. Поэтому, если вы берете большие плечи, обязательно ставьте стопики, чтобы вас не смыло. Ну, либо заходите на комфортную часть от депозита. Например, если вы торгуете небольшим объемом на фьючах, то, в принципе, ваша ликвидация – это и есть ваш стоп. Да, если вы торгуете на 1% от банка, например, то ликвидация – это в какой-то степени даже лучший стоп, потому что вы точно знаете сумму, на которую вас ликвиднет. Это если вы торгуете на фьючах. А когда вы ставите рыночный стоп, он проскальзывает, и, допустим, ну, грубо говоря, вы можете поставить стоп на 1% от счета, а вас 2 или 3% снесет, потому что будет сильное проскальзывание, отсутствие ликвидности в стакане. Поэтому иногда даже лучше ликвидацию на изолированной марже словить, чем поймать стопа с проскальзыванием. Смотрите, TronBTC. Собственно, я в Телеграме уже сделал сегодня пост по поводу TronBTC, поэтому обязательно подпишитесь и на нашу Телегу, и на Твиттер, ссылки в описании, чтобы не пропускать такие торговые, ни финансовые, ни сигналы. Что мы можем видеть? Что у нас есть нисходящее сопротивление патрону к биткоину, и он в который раз уже пытается его пробить. И более того, я вам скажу, он на самом деле, он вот сейчас находится в конце этого треугольника по повышающейся поддержке, да, и нисходящему сопротивлению. И пробитие будет очень сильным, выход из него. Может, конечно, быть ложный пробой вниз, опять же, перед забросом наверх, чтобы сквизануть всех, кто набрал лонг, но может его и не быть. Поэтому, если вы берете на споте или там во втором плече, то относительно безопасно, на мой взгляд. Трон к биткоину, ну, как минимум на 200 сатоши, это вот как пить дать, сходить для скальперов. А так, в целом, тут и 300, и 400, и 500, и 600 сатоши, вот куда я нарисовал. То есть, грубо говоря, там мульти-иксы. 3-4 икса вообще, это как минимум вот до этого предыдущего сопротивления. А потом он пойдет еще гораздо выше, скорее всего, если мы увидим продолжение сезона. Это все может длиться недолго, там еще, не знаю, 2-3 месяца, и потом мы увидим уже, когда все вот тут на хаях начнут впрыгивать, мы увидим обратную реакцию и там какую-нибудь голову-плечи, да, и возврат к средним значениям. Но пока спекулятивно выглядит очень-очень все прикольно патрону, так что я его добрал. Вот показываю, как я добрал. На полы не добрал 100 тысяч монет в марже, плюс у меня там уже 100 тысяч монет лежало в обеспечении. Там за них стейкинг прикольный прилетает. И на банане тоже портфель, кстати, сегодня вырос на пару тысяч долларов и к биткоину на 6 лямов Сатоши, что очень круто, потому что, видите, к доллару мы стоим на месте по биткоину или даже падаем чуть-чуть, но количество биткоинов в вашем портфеле растет, если вы держите эти альткоины. Вот, по дэшу все так же держу основную часть позиции. Атом неплохо растет. Биткоин, кэш, лайткоин, эфир классик, полкодот, стеллар, рипл. И вот он мне 100 тысяч трона, также здесь, плюс что-то на холодильнике валяется. Так что, ребята, это не финансовая рекомендация, это просто я вам рассказываю, что я делаю. Я могу оказаться неправ, и все пойдет по одному месту. Но соотношение риск-прибыль, на мой взгляд, здесь просто зашкаливает. Поэтому еще что хочу вам показать в нашей постоянной рубрике инсайда от подписчиков. Вот мне прислал товарищ UYScutty. Не знаю, как правильно читается. Грини, зацени для сравнения графики Dash и Syscoin. Можешь для видео. Зацениваю, Бро. Спасибо тебе за это замечательное сравнение. Посмотрите на это. График Dash и график Syscoin. Посмотрите, насколько идентичны вообще вот здесь Pump и Dump 2017 года. Потом ложные бычьи ловушки. Консолидация, накопление. И посмотрите, насколько точно похожа вот эта фигура у Syscoin и у Dash сейчас. Смотрите, что было после этого с Syscoin, который тоже, по сути, является щиткоином. У которого меньше гораздо применения, чем у Dash. И, насколько я понимаю, меньшее количество кошельков и биржа его поддерживает. Напишите в комментариях, если я не прав. По-моему, это так. Посмотрите, как он улетел и переписал All-Time High. А Dash находится сейчас вот здесь. Напоминаю вам, что All-Time High Dash это 1600 долларов. То есть, если по этому же паттерну он сейчас пойдет, как пошел Syscoin, Dogecoin в свое время и все остальное, то мы увидим с вами по Dash очень скоро 2000 долларов. Давайте взглянем это на графики. Вот он Dash USD. Вот он этот фрактальный паттерн. И, соответственно, да, если мы сейчас увидим похожую картину, то мы можем увидеть что-то вот такое. С пампом, потом резким дампом, чтобы всех сквизануть. То есть, смотрите, вот на этом пампе ликвиднет всех шартистов. Тут же впрыгнут хомяки в лонг. На этом дампе ликвиднет всех лонгистов и принудительно выбросит их из лонга. И дальше мы пойдем еще выше. Когда это будет? Да по большому счету без разницы. В марте или в мае или в сентябре. Если речь идет о мульти-иксах, можно и подождать. Правда? Поэтому, ребята, вот это мой план игры по Dash. Может быть не факт, что отработает вот эта фигура. Может быть и сразу туда. Но то, что это туда, тут практически уже к гадалке не ходи. Потому что монета рабочая и монета на дне. Вот и все. Поэтому продавайте, продавайте. Сейчас кто-то писал, что делал аналитику, паундчейну, что сейчас по Dash в основном продажи в убыток. Это прекрасно. Продавайте в убыток свои монеты нам, а мы будем их скупать и ждать мульти-иксов. Вот. Но давайте глянем еще другие альткоины, потому что интересно, что на них тоже происходит. Потому что сейчас явно альтсезон прямо на лицо, который вот он после небольшой коррекции, консолидации продолжается. CRV просили посмотреть. CRV выглядит очень круто, на мой взгляд. Похоже на ICP. Вот это вот долгое падение, консолидация. И посмотрите, CRV прямо сейчас выходит из консолидации. Я лично CRV не торгую, но могу вам сказать, что на мой взгляд очень напоминает SHIB в начале осени. Помните SHIB в начале осени, когда валялась внизу? Я вам говорил, по пробитию сопротивления SHIB long. SHIB улетела на мульти-иксы. И CRV похоже, что делает то же самое сейчас. Поэтому не знаю насчет впрыгивать, но вот на ретесте, ну небольшими объемами наращивать позу, на мой взгляд, не глупо. И вообще на крипторынке глупо вкидываться сразу в одну монету, на всю котлету, потому что она потом чуть-чуть сходит вниз, и вы психанете, выпрыгнете, потом она пойдет наверх. Ведь тут самое главное, что? Не продавать дешевле, чем купили, правильно? И не покупать дороже, чем продали стараться. Хотя второе не всегда получается сделать, потому что мы в целом в бычьем рынке, и в итоге через годы все вырастает в сотни раз. И если вы продали, вы потом все равно покупаете. Допустим, если вы продали биток 5 лет назад, не знаю, по 1000 долларов, то вам потом придется его покупать по 20, по 40 и так далее. Я это на своем опыте прошел. Поэтому, ребят, HODL побеждает абсолютно точно. Bitcoin Cash давайте посмотрим. Bitcoin Cash точно такой же паттерн, как и на Dash. Обратите внимание. Pre-pump с последующим дампом и, скорее всего, с последующим пампом. Bitcoin Cash к биткоину. Вообще на дне днищенском просто. После 4 желтых X-ов и желтой точки на Cypher в первой половине прошлого года это был сигнал как раз на манипуляцию, что рано входить в лонг. После этого мы увидели желтая точка на Cypher сигнализирует нам о том, что это уже точно дно с высокой долей вероятности, но после нее всегда приходит двойное дно, которое чуть выше, либо там же. Посмотрите, где мы сейчас. Мы сейчас потенциально в этом двойном дне разворотном. И увидим очень сильный отстрел по Bitcoin Cash. Поэтому всем, кто его держит, желаю запастись еще чуточкой терпения и выходить на мульти-эксах. Опять же, ребята, если ваша монета полетела, вот так вот не жадничайте, скидывайте частями. Скиньте 20%, 30%, 40%, 50%. И оставьте маленькую часть. Никогда не скидывайте все 100%. Оставьте в монете 20%, 10% на случай того, что она сделает как Dogecoin. Вот так вот. Вы же не знаете, докуда она летит. Наверх-то нет предела. Вниз всегда есть предел. Это минус 100%. И то, как правило, минус 99%. И то, и уже никогда монета на дне днищинском. А наверх нет предела, поэтому всегда чуть-чуть оставайтесь в монете. Потому что если вы продадите все вот здесь, и потом монета сделает вот так, вы будете снова покупать, что ли? Ну, это тупо. Монеты будут лететь наверх до последнего шартиста. Это 100%. Basic Attention Token. Уже, посмотрите, какую начал показывать динамику за последний год. Все, кто его держит. Но я думаю, имеет смысл дальше держать. Хотя я вот тут спекулятивно разгрузился. Честно вам признаюсь, большую часть монет слил в профите. Потому что нужно было перекрывать убытки по другим монетам, когда в нас все падало. Плюс у нас тут медвежий дивер, смотрите. Но на сэндбоксе был такой же медвежий дивер. Это не помешало ему сделать вот так еще на 5x. Поэтому по Basic в принципе ожидание хорошее. Если мы удержим поддержку вот здесь, может быть, буду его обратно подбирать. Basic к биткоину все еще только выходит со дна. Посмотрите. Вот у него предыдущая поддержка вот эта становится сопротивлением вот здесь. И мы прямо сейчас его пробиваем. Пробиваем это сопротивление и отталкиваемся от него как от поддержки. И собираемся, видимо, идти гораздо выше. Поэтому Basic тоже очень классно выглядит. Вот. Что еще можно сказать? Stellar PTC вообще на абсолютнейшем дне внизу накопительного канала. То есть Stellar к биткоину, даже вот здесь, где он бился о сопротивлении, это тоже дешевый Stellar. В районе 1500 сатоши вот здесь. Потому что, смотрите, это канал накопления. Но сейчас он просто неприлично дешево стоит. По 500 сатоши, по 600. Но это просто надо тарить и замунить по полной. Вот. То же самое, в принципе, и Ripple. Тоже, посмотрите, он в канале накопления лежит уже очень долго. Но при этом это не помешало Ripple вырасти с момента локального дна в 4 раза. Он сейчас дороже торгуется. А тот же Dash, BitCash, что еще на низах сейчас, оно еще даже в 4 раза вот это не выросло. Оно уже сдулось все сюда. Поэтому многие думают, что это признак скама. А я считаю, что это признак дешевого актива. Опять же, проверять скам не скам очень просто. Проверяйте, на всех ли биржах залисти на монеты, на всех кошельках, какая у нее ончейн активность, какое количество реальных адресов. И по Dash, и по Tron, можно сказать, что там прекрасная активность. И по BitCash тоже. Вы видите, что многие мерчанты принимают к оплате как раз. В основном там что? BitOka, Fear, Litecoin, Dash, BitCash, где-то Ripple. Ни Manu, ни Gallu, ни Send. Вот это все, вот то, что сейчас на хайпе, не принимает ни один нормальный платежный шлюз криптофиат. Всякие BitPay и прочие. PayPal, они все принимают только стопудовые проверенные монеты. Ну и плюс, какая тут, о какой ончейн активности говорить, если это даже не блокчейн, это в основном все токены. Поэтому, на мой взгляд, вот за последние 3 месяца то, что иксануло, покупать сейчас нельзя. Это Send, Mana, Gala, CRO, Shibu, даже Matik. Вот я бы не стал брать. Lunu, Avax. А то, что вот тут, ниже BitK, скажем так. Потому что, смотрите, за последние 3 месяца BitK показал минус 2%. А вот то, что показало еще меньше, DOT, Atom, Litecoin, Tron, вот тут же. Все, что я вам говорю. Ripple, VeChain, кстати, тут же. EOS, Uni, Ether Classic корректировался. ICP. Тут же и Dash, просто его в полтиннике сейчас нету, поэтому не показывают. Вот что надо брать, ребята. Поэтому, смотрите сами. Я все свои позиции держу. Dash на фьючерсах держу. На Bybit тоже держу. Снова выходит в плюс. Dash прекрасно вернулся обратно на эту линию, которую мы вот тут рисовали. Типа нисходящего сопротивления, которое стало вот тут поддержкой. После этого был Bart Simpson спекулятивный. Мы упали ниже, как сопротивление протестировали. Пробили ложник, вернулись. И сейчас вернулись и закрепляемся над этой линией. Но тут по этой параболе дальше, сами понимаете, что у Dash ближайшие цели 600 долларов и выше. Но про Dash мы уже говорили довольно. Что мы можем видеть? Что народ в целом шартит. Это хорошо для ракеты. Поэтому лангуем, кайфуем, ребят. Не покупаем монеты на хаях, покупаем монеты на лаях. И на долгую дистанцию будет с нами профит. Абсолютно точно. Tezus тоже самое. Выходит из днища. Посмотрите. Вот он канал накопления. Вот он от него отбивается. Ну, если вам нужно ждать подтверждения. Ну, вот зеленая точка Cypher переходит в зеленый money flow. По Tezus выглядит хорошо. Манера к биткоину тоже лежит на своей поддержке. Желтая точка на манера. Гигантский дивер. Супербычий знак. Ну, как бы может быть еще вот так. Но в целом это пойдет обязательно наверх. Сегодня вам даю монетки, которые на лаях. Вот. А опять же повторюсь, для тех, кто новенький. Matic уже улетел на 100x. Аккуратнейше с такими ракетами, потому что вас побреют. Matic уже улетел. Будь здоров. Mana даже, моя любимая, все равно уже очень сильно помпанула. Локальная коррекция может быть. Посмотрите, мы вверху каналы. Опасайтесь тех монет, которые уже выдали большие проценты. Luna тоже посмотрите уже где. Ну, как бы тут баланс вероятности, что это сходит еще на пару иксов. Ну, как бы есть, конечно. Но зачем, если можно взять, и потом это все равно пойдет вниз корректироваться. Куда-то сюда, как минимум. Если можно взять монеты, которые на лаях. Нафига рисковать-то? Потому что вы думаете, что они уже не поднимутся? Так это хорошо, что так вы думаете. Вы поймите, что мы-то все с вами на самом деле просто толпа. И нужно отделять себя от толпы. Лайткоин к биткоину. Гигантский падающий клин. С выходом куда-то на минимум на 500%. Понимаете? Поэтому, друзья мои, дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Но вы сами все видите. Мое дело только акцентировать ваше внимание на этом очевидном. И держать нос по ветру, как говорится, ухо востро, и ловить эти волны. И вставать по ветру. Потому что если вы встанете против ветра и против волны, то вас смоет к чертям собачьим. Поэтому давайте с холодной головой, со знанием дела, покупаем то, что дешево, и продаем то, что дорого. Если у вас это, конечно, было. А если у вас этого не было, то биржа любезно вам предоставит в этом займ, чтобы вы это зашортили. Но вот тут уже реальный дисклеймер, потому что шортить растущие рынки дело такое. Только с money management, с risk management, со стопом, ответственно подходя к делу. Ну а у меня на этом все. С вами был Грини, это канал CryptoComments. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, если вам зашло. И увидимся в следующем видосе. Всем профитроли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok